Фермерский базар На фестивале представили реконструкцию рубки капусты. На Руси это была целая традиция, ведь без витаминной квашеной капусты не обходился ни один стол. Когда капуста уже поспевала, ее свозили во двора над целыми подводами. Собиралась вся семья, работники, кто имел отношение к этому двору, и начинали рубить. Вот таким вот образом. Гастрономические фестивали набирают популярность, и это не случайно. Здесь мелкие фермеры могут представить собственную продукцию, а посетители приобрести качественный товар по выгодной цене. Мы очень благодарны, что руководство поддерживает фермеров, и на самом деле это очень важно. Мелкие фермеры не могут ни в сетях, нигде не встать, и в магазине очень много требований. Даже вот, например, мед, оказывается, пчелы – это тоже животные, и, соответственно, они должны иметь электронный паспорт. Фестиваль приурочили ко дню города, но принять в нем участие смогли не только жители округа. Здесь представлены не только производители и фермеры нашего Одинцовского городского округа, но в связи с тем, что межмуниципальное взаимодействие у нас имеет место быть, здесь представлены и Балакаламск, и Сергеев Посад, у нас здесь представлены луховицы, поэтому мы очень рады, что фермеры Подмосковья поддержали нас, и сегодня тоже здесь. Основная тема фестиваля – запасы и заготовки. Фермеры Подмосковья хорошо подготовились. Соленье, сушение, мочение, маринады, квашенье, свежие фрукты и овощи на любой вкус и цвет. В рамках фестиваля мы провели фотоконкурс «Звенигородский амбар», «Звенигородский погреб» на самый красивый погреб. И нас очень порадовало, что традиция вот таких домашних заготовок и их длительного хранения, она очень жива. В Одинцовском городском округе, в Звенигороде, в окрестностях, там пришло множество фотографий с очень красивыми, такими нарядно украшенными, затейливо собранными, значит, вот этими припасами. То есть вот «Звенигородские хозяйки» продолжают вот эту многовековую традицию. Здесь очень интересная культурная программа. Я, как директор Дома культуры, привез сегодня сюда творческие коллективы Захаровского Дома культуры. Здесь присутствуют коллективы Ершовского Дома культуры. Вы видите, здесь проходят игры, всем весело, и маленьким, и большим. Праздник на ура! Гости довольны! Организаторы уверены, гастрономические фестивали важно развивать, ведь в них местные традиции и региональный специалитет.